Белое золото, семейный капитал и очередная волна. В стране растет заболеваемость COVID-19. В чем причина? Когда мы вместе, мы сильны. Беларусь отметила День народного единства. Глаза просто горят, жить хочется прекрасно. Как это было? Никакого фритюра, острых специй и вредных добавок. В рационе учащихся стало больше полезных блюд. Это как лепки, они самые вкусные. Есть или не есть? По следам маньяка с конфетой. В Бобруйске задержали педофила. Вы не знаете, где ваш ребенок, вы не знаете, чем он занимается. Как объяснить ребенку, куда бежать и что делать? Я сразу же отойду или просто притворю, что разговариваю по телефону. Пылающий небоскреб, устаревшая монархия и прощай, Нурсултан. Столица Казахстана вновь будет называться Астана. Какие еще поправки внесли в Конституцию? Новый шаг в сотрудничестве. Президент посетил сам Мельшос в Узбекистане. До начала форму двусторонние переговоры, в том числе с генеральным секретарем. Александр Лукашенко подчеркнул, взаимодействие партнеров наметилось 12 лет назад. Тогда объединение было еще молодым. Сейчас же на него смотрят, как на будущее и очень влиятельный полюс. Второй день начался со встречи с президентом Ирана. Белорусский лидер отметил, нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем. После представители 15 стран отправились на расширенное заседание, где официально объявили о начале процедуры принятия нашей республики в Шанхайскую организацию сотрудничества. У нас было достаточно времени, чтобы сопоставить цели и задачи организации с интересами своего государства, оценить напряженный конструктивный характер ее работы, а также убедиться в собственных силах и возможностях. Мы очень признательны за единогласную поддержку в вопросе получения статуса полноправного члена. С учетом стратегически важного географического положения мы способны органично дополнить структуру организации, можем предложить свои транзитный, промышленный, научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии. Приоритеты Беларуси в ШОС неизменны. Это эффективное сотрудничество с партнерами по укреплению региональной безопасности, интенсивному развитию экономического взаимодействия, углублению гуманитарных связей. Последние семь лет Беларусь выступала в качестве наблюдателя. О намерении стать полноправным участником она заявила летом. Рынок действительно огромный. Общая территория государств 60% Евразии с населением в 3 миллиарда человек. Для ШОС наша республика западная ворота, а значит партнер выгодный. Даня Пухи, которая подарила право занять свое место на карте мира. Страна встретила День Народного Единства. Самый молодой праздник уже сыскал любовь у беларусов и стал новой традицией. В Бавровске 17 сентября отметили с присущим ему размахом. Всю неделю говорили о патриотизме и преданности Родине. Это дата напоминания, какую большую цену мы заплатили за право жить в своем государстве и называть себя нацией. Праздник полный надежд, преданности и патриотизма. Все страна откладывает планы, чтобы встретить День Народного Единства вместе. И как часть большого целого Бавруск не остается в стране. Насыщенная неделя начинается с общественно-политического марафона и визита известного беларусского телеведущего, журналиста и пропагандиста. Научить фильтровать, проверять сведения и быть верным своей Родине можно только на личном примере. Такого мнения придерживается Григорий Озаренок. Правда за нами, правда за нашими союзниками, за нашей страной, которая защищает свои национальные интересы. Это видишь и в Донецке, когда там фактически осуществляется геноцид близких нам людей. Это видишь и в других горячих точках мира, где заканчивается американская гегемония. В чем сила Беларус? Сила в правде, а правда на нашей стороне, сказал наш президент. Какие были влиятельные и сильные люди, какая у них была сильно поставлена речь, это опыт, который точно навсегда останется в памяти. Безусловно, нужно дальше работать и проводить такие форумы для того, чтобы дальше обеспечить качественное будущее нашей страны, потому что будущее в наших руках, в руках нашей молодежи. На этом гостеприимство Бобруйска не заканчивается. В городе выступает легендарный ансамбль «Песняры», символ страны и всего белорусского. Несмолкаемые аплодисменты, звонкое «Браво» и чувство единения. Кроме всеми любимых песен, такие как «Червоное оружие», «Вологда», «Разом быть» и «Беловежская пуща» звучат композиции из нового альбома. В наше тяжелое время, которое сейчас в мире, очень важно быть рядом со своей семьей, со своими детьми, с людьми, с которыми ты работаешь. Для нас это такой очень важный, наверное, праздник, потому что мы своим творчеством объединяем людей, объединяем людей разных стран. Форум «Становление молодой семьи» на основе преемственности традиции поднимает вопросы, которые как никогда важны в такие времена. Государство, церковь и общественность действуют сообща в решении вопросов сохранения и укрепления истинных ценностей белорусского общества. Когда нет традиций или теряется традиция, тогда и имеем мы все наши социальные проблемы, с которыми мы не знаем, как бороться. Это и разводы, и прочие социальные проблемы, которые мучают общество наше. Поэтому мы сегодня обсуждаем, как нам вернуться к традиции, к традиции христианской, к нашим общечеловеческим и нашим национальным традициям для того, чтобы сохранить семью, сохранить общество, сохранить государство. В городе проживает фактически тысяча молодых семей, и чуть меньше половины из них имеет статус многодетных. Поэтому для нас важно, каким образом развивается эта семья, как она себя чувствует в этом социальном русле, и каким образом можно ей помочь. И снова гости. Ведь укрепляя дружественные связи, мы сами становимся сильнее. 35-ю школу имени почетного гражданина, дважды героя Советского Союза Павла Батова, посещает делегация с родины генерала. 1 сентября в учреждении появилась мемориальная доска, еще одно связующее звено. И вот кульминация подписания договора о сотрудничестве. Бобруйск и Рыбинск теперь города-побратимы. Она связывает не только имя Баланша Батова, но и схожесть городов по населению, даже по дорожной сети, по сетям теплооснабжения, водоснабжения. Я поражен почти буквальным совпадением цифр. Для нас, конечно, это важно, приобрести еще одного партнера, еще одного друга, для того, чтобы продарить новый путь и на самом деле наладить тесные дружеские отношения. Следующая остановка – Дворец искусств. Здесь разворачивается выставка военной истории родного края. Картины талантливейших художников знакомят с трагическими страницами Великой Отечественной. Богатейшая частная коллекция наград приковывает взгляды гостей. Здесь ордена и медали от Второй мировой до 90-х годов минувшего столетия. Книжная экспозиция рассказывает о геноциде белорусского народа и бессмертном подвиге героев той страшной войны. Праздник народного единства – это молодой праздник. Ну, он уже всем полюбился, потому что объединяет нас. Я бобручанка, родилась в Бобруське. Люблю этот город, люблю своих земляков, люблю Беларусь. И с удовольствием всегда праздну этот праздник. Люблю свою родину, люблю свой город. Мне все нравится, что у нас спокойно, чисто, мирно. Доступная медицина, доступное образование. Все прекрасно. Живем и радуемся. Этот праздник очень значим для нас, для бобручан, потому что мы живем в замечательной стране, где настоящие дети, настоящие добрые люди, отзывчивые, которые всегда придут на помощь. Уже в зале – руководство города, молодежь, трудовые коллективы и просто патриоты. Со сцены звучат всем известные композиции. Не обходится и без наград. В списке 27 человек – те, кто внесли весомый вклад в развитие малой родины. Уважаемые бобручане и гости нашего города, я сердечно поздравляю всех нас с этим замечательным праздником, с Днем народного единства. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Утро субботы начинается рано. Бобручане прибывают к вечному огню, чтобы объединиться в масштабный велопробег. Сотни людей, руководство города, представители общественных организаций, молодежь и даже родители с детьми. Свою поддержку марафону оказывает Мотовелозавод. Предприятие бесплатно предоставляет 30 железных коней. Мы просто в восторге от количества людей, от уровня организации. Мы с удовольствием представляем и новинки, и традиционные модели. В частности, у нас электровелосипед – это наш, так сказать, флагман. Заряжаешься духом, энергией, много людей, позитивом, обменяешься мнениями, поздравлениями. Глаза просто горят. Жить хочется прекрасно. Всегда катаюсь, каждый день почти. Один катаешься или с кем-то? Ну, с друзьями. Какой сегодня праздник? День народного единства. Перед стартом – возложение, ведь память о прошлом – важная часть осознания общего, настоящего и будущего. Затем участники выстраиваются в колонну и двигаются по Минской в сторону мемориала жертвам фашизма. Во главе – мэр города. Множество велосипедов, украшенные флагами и красно-зелеными ленточками, привлекают внимание. У памятника спортсменов встречают бурными аплодисментами, в завершение – цветы и торжественные слова. Вместе с бобруйчанами День народного единства отмечают и гости из нового города-побратима. Очень понравился мне состав участников от мала до велика, разного уровня подготовки, колоритно, прекрасный город, зеленый, широкий, прямо как вот широта души белорусской такой город. Сегодня замечательная погода. Я благодарен жителям нашего города и даже нашим гостям, которые присоединились в этот замечательный праздник на наш велопробег. Уже стало традицией с нашими гражданами в знаковые для нас дни делать такой праздник. Впервые в Бобруйске стартует вахта памяти. На площади Победы пионеры и ученики правового класса. 13 самых надежных и ответственных ребят заступают в почетный караул возле памятника танка и на аллее героев. Смена проходит каждые 15 минут в течение двух часов. В это время для школьников проводят экскурсию, рассказывают о событиях этих дней и давно минувших. Каждые выходные в течение года будем выходить на вахту памяти и чтить наших предков, отцов, которые воевали. Тоже такое дело очень серьезное, правильное дело. Развивает у детей патриотизм, естественно, и ответственность. У меня воевал мой прадедушка. Он пошел на войну в 20 лет, и он прослужил всю войну. У него было ранение, но, несмотря на это ранение, он, получается, все прошел от начала и до конца. Я очень горжусь тем, что у меня вот есть такие родственники, то, что у меня вот есть мой прадедушка. С чего начинается родина? Вопреки известной песне, у истоков стоит знание истории. Важная дата в календаре официально появилась только в прошлом году, хотя родом и с 1939-го. Когда к стране вернулись из-под Польши ее западные территории и объединились с восточными после похода Красной Армии. Если бы не эти события, земли республики были бы почти вдвое меньше. Идея закрепить праздник прозвучала на Всебелорусском народном собрании и была поддержана президентом. День народного единства – это любовь к стране, любовь к людям, к родному дому, к своей матери, к своим детям. Чтобы никто никогда не забывал, что это достается очень-очень тяжело. Особенно пожилым людям, которые, конечно, ратуют за то, чтобы была семья, все были вместе. Я вообще белоруска, родилась в этих краях и живу здесь уже, как говорится, и горжусь этим. Белорусы – это вообще добрейшие люди, труженики, которые прошли очень много в жизни испытаний, поколения наши предыдущие. Ну а День народного единства, он, конечно, важен, потому что, ну, наверное, в этом заложены очень глубокие смыслы, можно рассуждать по-разному. День народного единства для меня очень значим. Я сама по себе из очень многокациональной семьи, родители у меня с Украины, бабушки и дедушки из Белоруссии, когда-то Гродненская область. У меня есть и в Прибалтике родственники, у меня есть в России родственники, и в Крыму, и нас много. И мы все в взаимопонимании живем и не представляем, что мы будем разъединены. Мы все в единстве. Сейчас «Синеокой» объединяет не только этнических белорусов, но и открыто для тех, кто хочет стать частью большой семьи. Места как на территории страны, так и в сердцах ее жителей предостаточно, а наши люди на уровне нации, общества и государства уже едины. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Упрощенные платежи, сладкий урожай и скоростная новинка. В стране представили первый спортивный электрокар. Как быстро он разгоняется. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси растет заболеваемость COVID-19. Однако темп в два раза ниже прошлогоднего. Главная причина – дети вернулись в школы, а студенты – в вузы. Не так давно в стране выявили новый штамм – омикрониндзя. Этот вариант коронавируса распространяется намного быстрее и может ускользнуть от иммунного ответа. По программе «Семейный капитал» открыто почти 118 тысяч депозитов. Белорусские семьи, в которых в 2022 появится третий и последующий ребенок, получат от государства 23 995 рублей. К слову, у многодетных есть возможность использовать деньги досрочно. Таких заявлений сейчас подано свыше 60 тысяч. В стране намерены собрать 5 миллионов тонн свеклы и обеспечить не только внутренние потребности, но и экспортировать продукт за рубеж. Запасы, по прогнозам, почти на четверть превысят прошлогодние, а значит, на выходе сахара будет больше – 600 тысяч тонн. На карте поставок – Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Платить налоги станет проще. Теперь это можно делать через сайт профильного министерства. Пользователям достаточно пройти идентификацию по номеру телефона. Оформить личный кабинет необходимо всем, кто состоит на учете в налоговых органах. В дальнейшем совершать оплату можно в два клика. В Беларуси представили первый спортивный электрокар. Вес автомобиля более тонный. Практически вся начинка отечественного производства. Максимальная скорость – 170 километров в час. До 100 машина разгоняется всего за 6 секунд, но в планах разработчиков сократить время до 4. Запас хода – 270 километров. Стопроцентная готовность. В обрыске прошло заседание Грисполкома. На повестке о сенне-зимний период задолго до наступления морозов специалисты подготовили 1128 домов, из которых 777 с центральным отоплением. Еще летом отремонтировали крыши, заделали стыки стеновых панелей, провели гидравлические испытания и остеклили подъезды. Плюс заменили отопительные приборы и батареи в местах общего пользования. Жилищный фонд полностью готов к отопительному периоду. 22-23. Включая как теплоисточники, как и потребители. Вопросы, которые были в процессе подготовки отопительного периода, сняты. Плотно работали с представителями Бобруйск энергогазнадзора, с тепловыми сетями, с Бобруйской теплоэнергетикой. В городе заменили больше 1200 погонных метров дефектных труб. Отремонтировали теплоузлы и помещения, в которых они расположены. Проверили приборы учета энергии. В каждом районе организована работа аварийно-диспетчерских служб. Трудиться они будут 24 на 7, чтобы в течение 10 суток после запуска отопления снять все проблемные вопросы. Получено почти 800 паспортов готовности. Согревать квартиры будут 19 котельных. Безопасность детей, забота о взрослых. На минувшей неделе город содрогнуло известие. В Бобруйске задержан педофил. Такая новость, как гром среди ясного неба. Родители в ужасе, правоохранители за работу. Сотрудники милиции тут же отправились в учебное заведение, чтобы в очередной раз провести профилактические беседы со школьниками и их родителями. Наша съемочная группа разбиралась, как перестать бояться за своего ребенка. Как распознать нездоровое влечение в безобидном на первый взгляд человеке? И как научить ребенка верно вести себя в опасной ситуации? Тема на сегодня животрепещущая. Недавно в Бобруйске арестовали педофила. Теперь аналогичная ситуация произошла в Гродно. В обоих случаях маньяков задержали по горячим следам. Своё поведение 40-летний ранее судимый житель областного центра объясняет так. Я шел пьяный, видел девушку, она мне понравилась. Зашел с кем поддеть там, ее обнимать, приставать, не лапать. Научить ребенка безопасности задача непростая, но делать это нужно с малых лет. Безусловно, самое главное – собственный пример родителей. Их поведение, соблюдение правил, забота, поддержка и защита. Здесь важно, чтобы работа велась не только дома, но и в учебных заведениях. А тут педагоги во всеоружие. Сохранность жизни и здоровья – предмет каждодневных обсуждений на уроках, начиная с первого класса. Каждую неделю, понедельник, среда и пятница проводятся пятиминутки безопасности. То есть делается огромное количество мероприятий, занятий, всевозможные плакаты, вывески, стенды оформляются именно для обеспечения безопасности, для информирования детей, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Преступление против половой свободы несовершеннолетних – чрезвычайно острая тема. С развитием информационных технологий определенный процент преступников стал активно пользоваться социальными сетями и мессенджерами. В интернете с помощью различных уловок педофилу проще установить доверительные отношения. И правоохранители уделяют этой проблеме особое внимание. Для наглядности в школы часто приходят сотрудники милиции. Здесь акцент на передачу информации от первого лица. Те, кто не понаслышке знает обратную сторону криминальной жизни. В настоящее время сотрудниками УВД Магрузского горосполкома, в том числе сотрудниками наркоконтроля, проводятся профилактические мероприятия среди учащихся и их родителей по недопущению совершения преступлений как подростками, так и самими их родителями в сфере незаконного оборудования наркотиков, а также недопущения совершения в отношении подростков, детей преступлений, связанных с их противоправленными на их половую неприкосновенность. Все мы живем в современном и сложном мире. И здесь много угроз, которые подстерегают буквально на каждом шагу. Поэтому неудивительно, что любой родитель переживает за своего ребенка. Однако обеспечить полную безопасность просто невозможно. Но вот помочь Чаду правильно ориентироваться в разных ситуациях – забота взрослых. Правда, не каждый знает, как это сделать. Только вслушайтесь. За 4 месяца 2022-го в стране выявлено 390 преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Пострадали 358 детей. Я рекомендую все-таки обратить внимание на возраст ребенка. Если это дети до 7 лет, то, конечно, лучше всего с ними просто поиграть в какие-то ролевые игры. Если это девочка, там, конечно, проще. Там можно взять, для примера, кукол. Если это мальчик, то можно через машинки. От 9 лет и старше, там уже мы больше имеем дело с подростками. Для них очень важно получать эмоциональную отдачу от информации. И им очень важно, чтобы с ними были честны. Важно говорить, ты знаешь, я очень за тебя волнуюсь. Я слышала, что сейчас небезопасно находиться на улице в темное время суток. И я хотела бы с тобой это обсудить. Чтобы перестать бояться за свое Чадо, нужно следовать нескольким основным правилам. Взрослый никогда не попросит помощи у ребенка. Разговаривать с незнакомыми людьми нельзя. Тем более идти с ними. Если школьнику показалось, что за ним хвост, можно забежать в ближайший магазин. Оттуда позвонить родителям. Дотрагиваться до детей нельзя никому, кроме мамы и папы. Даже безобидное поправить маечку можно интерпретировать по-разному. Ты знаешь, как себя вести с посторонними людьми на улице? И вот если к тебе вдруг подойдет кто-то и предложит, я не знаю, мороженое, например. Я думаю, что я сразу же отойду или просто предотвожу, чтобы разговариваю по телефону. Потому что это может быть маньяк какой-нибудь, он меня может увезти за угол и все. И мы садись в машину, поехали. Если тебе подходит незнакомый человек, просто надо отходить от него. Либо идти мимо и не обращать ни на кого внимания. Потому что лучше от этого не будет. Надо понимать, педофилия – тяжелое психическое расстройство, которому все возрасты покорны. Встречались случаи задержаний как пожилых, так и молодых насильников в больших городах и малых селах. Правоохранители обсуждают ужесточение наказания за такие преступления. Сейчас максимальное до 15 лет тюрьмы. Но разве это сопоставимо с размером нанесенной травмы? Родители. Кажется, настало время поговорить с детьми. Кристина Ренц, Максим Глеонко, Павел Зул. Итоги недели. Холодная зима – прежние названия и сомнительный лидер. Британская молодежь не уверена в необходимости монархии. Чего хочет будущее поколение? Далее обзор громких завеловков мировых новостей. В Европе цена на газ превысила 2500 долларов за 1000 кубометров. Страны окнулись в энергетический кризис. Французам рекомендуют снизить температуру в жилых помещениях на 2-3 градуса. Полякам и вовсе приходится выстраиваться в длинные очереди или же отправляться в соседнюю Чехию за дровами, чтобы хоть как-то согреться зимой. Пандемия COVID-19 близится к завершению. По заявлению главы ВОЗ, мир еще никогда не был в таком хорошем положении. Число еженедельных сообщений о смертях от вируса стало самым низким с марта 2020-го. Все страны призывают инвестировать в вакцинацию наиболее подверженных риску групп. В Китае горел 200-метровый небоскреб. Огонь охватил внешнюю стену. В здании хранилось 35 тонн топлива для серверов. С пламенем столицы южной провинции Хунань боролись по крайней мере 300 пожарных и 36 единиц техники. По предварительным данным, людей вовремя эвакуировали. Никто не пострадал. Британская молодежь сомневается в необходимости сохранения монархии. Лишь четверть населения, от 18 до 24, считает, что власть короны хороша для страны. Почти каждый третий хотел бы участвовать в выборе лидера. Тем не менее, на траурных прощаниях с Елизаветой II можно было увидеть людей самого разного возраста. В столице Казахстана вернут ее прежнее название – Астана. Изменение – часть поправок в Конституцию. В их списке также ведение однократного семилетнего президентского срока. Напомним, в 2019-м город переименовали в Нур-Султан в честь первого лидера Назарбаева. С арабского имя переводится как «сияние правителя». Калория калории, витамин к витамину. В новом учебном году в рационе учащихся произошли некоторые изменения. Увеличился удельный вес круп и овощей, снизилось количество рыбы, соли и сахара. Появились новые блюда из мяса и молока. О нюансах детского меню Татьяна Горбач. Свежие щи, сочная мясная тевтеля, ароматная гречневая каша, хрустящие овощи и витаминный яблочный компот. Вот он, рацион современного школьника. Вкусный, питательный и, главное, полезный. Стоимость обеда для учащихся с 6-10 лет – рубль 95. Тем, кто постарше, обойдется в 2,20. У нас разнообразное меню, большой ассортимент, все очень вкусно, стараемся готовить от души. В буфете у нас разнообразные пирожки, слойки, пиццы и котлеты из горячего, отбивные, шашлыки, салатов у нас всегда не меньше семей в ассортименте. Напитки разные. Ну и молочки у нас много, и сырочки, и йогурты 4-5 видов, и молоко детское, и кефир, все что угодно. Блестит новенькой плиткой отремонтированный пищеблок 30-й школы. За лето здесь побелели потолок, заменили проводку, установили новые холодильники. Плюс приобрели электрокотел и профессиональное кухонное оборудование, которое заменяет десяток приспособлений для тепловой обработки продуктов. Дети оценили. Скажи, а тебе вкусно? Да, мне вкусно. А какое твое самое любимое здесь блюдо? Ммм, это как лето, и самые вкусные. 80% бобруйских школ, а это 19 тысяч учеников, кормит комбинат школьного питания «Куполинка». Организация в основном использует продукцию местного производства. Меню составлено с учетом физиологических потребностей молодого организма и дифференцировано по возрасту. Постоянно проводится цевитаминизация. Плюс берется во внимание сезонность блюд. Довольны дети? Спокойны родители? Ежедневное меню составляется на основании перспективного меню, которое происходит санитарно-биологической оценкой в нашем управлении здравоохранения Бобруйских центров гигиены и эпидемиологии. Сырье, которое поступает от поставщиков до конечного срока реализации, оно проходит в контроль, как внутренний, так и ведомственный контроль. Отслеживаются все показатели качества и безопасности нашей продукции, которую кушают наши дети. В этом году цены на школьное питание выросли на 11%. Изменения коснулись и рациона. Увеличился удельный вес круп и овощей, снизилось количество рыбы, соли и сахара. Появились новые блюда из мяса и молока. В школах делается ставка на здоровое питание. Это касается даже буфетов, где дети покупают фастфуд. Кстати, его ассортимент заметно поредел. Полностью исчезли чипсы и газировка, а смаженки и хот-доги продают теперь только дважды в неделю. Талантливые повара 34-й школы знают, что любят юные гурманы. При этом соблюдают жесткие требования к количеству калорий, сбалансированности жиров, белков и углеводов. Способы приготовления щадящие. Никакого фритюра, острых специй и прочих вредных добавок. Вкусно ли тут корм? Да, еда 10 из 10. Прям супер. Всегда все едим. Вкусно. А какое ваше любимое здесь блюдо? Пюрешка с котлетой и любой суп. Но супы тут все вкусные. Хватает ли тебе школьной порции? Да, хватает. Но у нас 7 уроков в среднем. В принципе, хватает на целый день. Ну, я и завтракаю, и обедаю. В принципе, да, хватает. Потому что кушать хочется и вкусно, хорошо. Не обходится и бесприятных бонусов от государства. Ученики первых-четвертых классов получают завтраки за бюджетные средства. И, конечно, как и прежде, многодетным семьям оказывается гарантированная поддержка. Горячее питание для таких школьников. Совершенно бесплатное. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.